Общеизвестно, что охота разрешена в специально отведенных с этой целью местах и в разрешенные сроки. Однако браконьерство – весьма распространенное явление. Сотрудники Сайна-Шушенского заповедника, патрулируя территорию, находят петли и снимают их. А ведь они несут смертельную опасность для животных, в том числе для краснокнижных, включая снежного барса. Даже эти редкие дикие кошки, численность которых повсеместно катастрофически уменьшается с каждым годом, дважды становились жертвами петель, расставленных браконьерами. Вовремя обнаружить и обезвредить такую смертельную ловушку до того, как в нее попадется несчастное животное – одна из задач госинспектора. За время одного рейда опергруппа из трех человек снимает с труп животных десятки, а то и сотни таких мин замедленного действия, которые могут пребывать настороженными не один год. Иногда инспекторам приходится не только убирать петли, но и освобождать животных. Кабарга является главным объектом браконьерской охоты в Сайнашушенском заповеднике из-за мускуса, который широко используется в восточной медицине. В Европе он находит применение в парфюмерии. Мускусная железа имеется только у самцов, но петля не выбирает жертву. Этой кабарге повезло. Оперативники подоспели вовремя. Но раны, оставленные проволокой, существенно усложнят ее выживание в суровых сибирских условиях. Сотрудники отдела охраны проходят по звериным тропам. Они находят петли в местах, где кабарга кормится хвоей или лишайниками. Зимой такие ловушки удается найти и обезвредить по следам, оставленным браконьерами. Также по следам находят и капканы, переносимые самоловы, сделанные из металла. Обычно капкан удерживает попавшего в него животного, ущемляя его тело между двух дуг, которые сжимаются под воздействием на них пружин. Чем крупнее желаемая добыча, тем больше номер капкана используется охотникам. Но не всегда ожидание браконьера оправдывается. В капканы на пушных зверей попадаются более крупные животные, которые освобождаются ценой потерянной конечности и становятся калеками, впоследствии гибнут. Фотоловушки из заповедника фиксировали трех многих животных. Чтобы обезвредить капкан, требуется немало ловкости и сноровки. Ведь эта хитрая ловушка может сделать инвалидом не только зверя, но и человека. Когда срабатывает спусковой рычажок и капкан захлапывается, инспекторы отцепляют это устройство от дерева. Браконьеры присоединяют его цепью и приматывают проволокой, чтобы добыча не ушла, волочась за собой капкан. Координаты мест, где браконьеры расставляют орудия нелегального лова, госинспекторы забивают в GPS-навигатор и периодически проверяют их в надежде встретить там непрошенных гостей. Во время проведения рейдовых мероприятий оперативной группой заповедника в южной части ее территории между Колбакмысом и Челбанмысом задержан гражданин республики Тыва 59 лет. При нем обнаружены петли для ловли кабарги, ружье с нарезным вкладышем. Данный факт был задокументирован. Соответствующие документы переданы в отдел полиции, где после доследственной проверки возбуждены два уголовных дела. По статьям 222 УК и 258. Соответственно, за хранение, ношение, приобретение, сбыт оружия и незаконная охота. К сожалению, столь богатая территория, населенная редкими и экономически значимыми видами животных, в условиях высокого уровня безработицы будет еще долго манить к себе охотников-нелегалов. Деятельность государственных инспекторов в сфере охраны окружающей среды предусматривает многокилометровое патрулирование территории в условиях горной резко пересеченной местности и сложных погодных условий. Встречи с вооруженными нарушителями сопряжены с риском для здоровья и жизни инспекторов. Средняя заработная плата при этом едва превышает 10 тысяч рублей. Случайные люди здесь не задерживаются. Остаются только те, кто находит в этом нелегком труде свое призвание. Сохранение и восстановление экологического баланса, включая видовое и ландшафтное разнообразие, является приоритетным направлением государства и общества. В России сформирована развитая система особо охраняемых природных территорий, которая успешно справляется с этой задачей. В 2016 году системе заповедников России исполняется 100 лет, а Сайнашушенскому заповеднику 40. Пожелаем всем тем, кто вносит личный вклад в дело сохранения, изучения и популяризации родной природы, успехов в этом нелегком труде. А браконьерам и тем, кто желает посигнуть на то, что заповедано сохранить для потомков, напоминаем, что браконьерство — это не безобидный поход за границу дозволенного, а уголовно наказуемое деяние.